В Центральном Доме Художника на Крымском Валу прошла четвертая по счету выставка «Вудворк», собравшая дизайнеров и мастерские, которые работают с деревом. Наручные часы в деревянном корпусе и на деревянном браслете, дамские сумочки и мужские портмоне из дерева и кожи, очки в деревянной оправе, к слову, произведенные в Ходькове, посуды и другие предметы кухонного убранства, машинки и конструкторы. Мы из Ярославля. Это мастерская Михаила Машинца, которая образовала в 90-е далекие еще свое дело. Оно сначала было как семейное производство, дело для себя, для своих детей, в дальнейшем для детей и друзей. И так это все закрутилось и превратилось в такое большое производство. Но все же главная тема выставки – мебель из дерева или с элементами деревянной отделки. Мы когда делали первую выставку, мы столкнулись с некоторым скептицизмом, в том числе медиа, которые освещают дизайн. Потому что они говорили, ну, русские производители, они никому не очень интересны. Вот там итальянцы, там шведы, еще что-то. А сейчас мы разговариваем с дизайнерами, с архитекторами. Говорят, что в проектах даже дорогих все больше русской мебели, потому что качество уже на том же уровне, а иногда и выше, а дизайн не хуже. Он просто слой своеобразный, самобытный и русским людям более понятный. Вотворкс проходит в четвертый раз. Организаторы говорят, что наблюдают качественное развитие в части российского предметного дизайна. И все возрастающий интерес среди оформителей интерьеров к работам представленных мастерских. На данный момент формируется тренд у потребителя покупать отечественных производителей. Это связано со множеством факторов. Но я думаю, что два ключевых. Это первое, что иностранные бренды стали просто очень дорогими два года назад. И второй фактор, что на фоне вот этой волны потреблять отечественное, стали появляться компании, которые могут удовлетворить этим запросам. У нас ценовой сегмент middle. То есть это дороже, например, икеи, но дешевле каких-то иностранных брендов. Мы пытаемся занять нишу, которая сейчас достаточно... Нету большого предложения в этом сегменте отечественных производителей, которые приводят мебель, аналог по дизайну и качеству каких-то импортных вариантов. Организаторы выставки отметили, что если в первых экспозициях было много мебели в стиле лов, то есть массивные, брутальные, то в четвертой выставке все больше предметов интеллектуального дизайна. Этот стул действительно дипломная работа Семена Лавданского, выпускника Строгановской академии кафедры дизайна мебели. Вот он создал такой чудесный стул, скелетон, по форме напоминающий позвоночник человека и ребра. А мы теперь пустили его в производство. Производим и радуем людей уже более двух лет. Не только России, но и зарубежьи. Пробуют себя в создании мебели и производителей Сергиево-Пасадского района. Завоевав признание, как производители солнцезащитных очков деревянной оправе решили попробовать себя в дизайне мебели. Концепция данного кресла и вообще комплекта мебели, который у нас здесь присутствует, она в том, что мы используем брусок фиксированного сечения, то есть все кресло, оно собрано из этого бруска. В этом есть некая идея и как раз таки простота в производстве. У нас такая большая цель участия в выставке, это просто продвижение российского дизайна, чтобы люди стали внимательнее к этому относиться, чтобы в конечном результате и профессионал, и любитель увидел в нашей вещи отличное качество. Посетителей выставки условно можно разделить на несколько групп. Дизайнеры интерьеров, коллеги по цеху, непосредственно потребители, присматривающие интересную мебель для своих домов и квартир. Компании и производители заинтересованы вообще не с каждым. Понять, что именно заинтересовало, на что потребитель обращает внимание и что оставило равнодушным, все это важно, чтобы скорректировать производство. Любопытная часть выставки, названная прототипы и разработки. Такой немножко социальный проект. Мы хотим, чтобы у российских молодых дизайнеров, это могут быть студенты, это могут быть начинающие столяры. Ну, в общем, люди, у которых еще нет готового производства, готовые бизнес-модели, чтобы они могли свои идеи обкатать на широкой публике. Следующая выставка Woodworks пройдет через полгода, и на ней с большой долей вероятности будет представлена уже не одна компания из Сергиево-Пасадского района. Оксана Мирошникова, Кирилл Емельянов. Тема.